Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вторая, которая, на наш взгляд, мы задумывали, надеюсь, что так и получится, должна быть экспериментальной, должна перенести дискуссию из академического пространства в активистское, или пространство гражданского активизма, где мы бы могли поговорить о революции не исходя из экспертных исторических позиций, а соотнося наш опыт с опытом революции. Дело в том, что у нас два названия для конференции, мы не смогли найти очень хороший русский перевод. По английской конференции называется October Revolution in Central Asia in Search for Local Agency. Довольно сложно перевести слово agency на понятие, которое сейчас становится очень важным для социальных наук, для понимания возможности действия людей, и не только людей. Поэтому мы выбрали более такой номенклатурный вариант по-русски, который, может быть, не до конца передает наш замысел, ключевые фигуры и идеи. Но задача заключается в том, чтобы найти или определить как исторически, так и сегодня, некого субъекта деятельности, некого деятельного субъекта изменений. Если мы не додумываем, что мы можем по-разному относиться к революции, но очевидно, что революция — это изменения. Революция приносит радикальные изменения. Кто являлся агентом этих изменений с 17-го, 20-е, 30-е годы в Центральной Азии? И кто сегодня может быть агентом этих изменений? Это, собственно, то, чему должна быть посвящена наша конференция, чтобы нам как-то, может быть, структурировать нашу дискуссию, может быть, ответить на ряд вопросов, которые, возможно, для представителей гражданского общества, которые здесь находятся, не будучи историками, могут показаться, они могут у них возникнуть. Первый вопрос — в принципе, зачем нам говорить о революции? Даже тогда, когда, даже в тот год, когда мы отмечаем ее столетие. На самом деле, и это тоже отчасти сегодня проявилось, у нас есть уже некоторые способы говорения о революции. Сложившиеся способы говорить об Октябрьской революции. Конечно же, один из них — это советский способ, который сегодня практически сошел на нет. Это такой мемориальный, я бы назвал его героический, вот Нина его подтверждает. Это некое действие титанов, которое очень сильно отчуждено и отделено от того, как революция, возможно, переживалась и проживалась огромным количеством рядовых людей, участников этих процессов. И, конечно же, мы все знаем условно-либеральный, мемориальный способ говорения, трагический, где революция и все, что с ней связано, приобретает только один оттенок, оттенок трагедии, где проводится очень такая быстрая и несложная связь между революцией 1917 года и, не знаю, сталинским УЛАГом. Я, конечно, утрирую, но, в общем и целом, это так. И мы, как бы, находимся, являемся заложниками этих способов говорения о революции. У нас, как бы, нет других языков для ее осмысления. И это такая большая проблема, которая, мне кажется, обозначается особенно в столетии, в этот год, когда нам нужно говорить о революции так или иначе, а мы не знаем, как нам начать этот разговор. Стоит ли нам опять славить героев или же нам нужно проводить травмы, мероприятия и заклинать наших современников, чтобы никогда подобное не повторилось? Как бы, большого разнообразия у нас тут нет. Но я вот обратил внимание на то, что в Корпестане, в отличие... Кстати, это единственная страна в постсоветском пространстве, чтобы сказать, что Беларусь, но Беларусь этот день не называется так, как он называется в Корпестане. Кыргызстан – это единственная страна на постсоветском пространстве, где 7 ноября – это официальный праздник. И это дает нам повод понять, ну как сегодня говорят в Кыргызстане о революции. Это официальный праздник, вы знаете, президент по поводу официальных праздников делает заявление, но вот я нашел на сайте президента Атамбаева заявление по поводу поздравления, официальное поздравление с днем Великой Октябрьской социалистической революции только в 2014 году. Значит, в последующие годы либо оно не публиковалось, либо не считали нужным их готовить. Как в 2014 году Атамбаев говорит о революции? Почти сто лет назад совершилась революция, которая по сей день не утрачивает своего значения, как одно из важных исторических событий прошлого века. «Октябрьская революция 1917 года сыграла положительную роль в судьбе кыргызского народа». Ну то есть это достаточно нейтральные, обтекаемые фразы, которые подтверждают статус важности этого события, его положительной роли, но как бы на этом все. И здесь есть, ну вот, например, в 2015 году мы посетили митинг, организованный двумя коммунистическими партиями кыргызскими в честь 7 ноября, и один из спикеров, депутат, Масалиев сказал, что в парламенте даже спикер не знает, не помнит о дате 7 ноября и поздравляет всех с днём кыргызской прессой. То есть мы имеем в некотором роде странную и даже парадоксальную ситуацию, когда исторически и на уровне политических деклараций, и мы сегодня постоянно об этом говорим, в том числе, что «Октябрьская революция» имеет исключительно важное значение для Центральной Азии, для Кыргызстана в частности. В смысле образования государственности, создания институтов, появления самой нации и общества. И при такой колоссальной роли Октябрьской революции для кыргызстанского общества, а способы говорить о ней и способы её публичного, или методы её публичного осмысления кажутся поразительно отсутствующими или не разными. То есть это важное событие, но о нём мы не можем и не знаем, как говорить, кроме обтекаемых фраз. Я думаю, что отчасти ответ на этот вопрос, и почему так происходит, заключается в том вопросе, который сегодня задавал Александр Джумаев. Закончилась ли революция с распадом Советского Союза? Закончился ли политический проект революции, социализм? Дело в том, что революция, Октябрьская революция, продолжает оставаться незавершённым событием. Её политическая программа и те противоречия, которые сделали эту революцию возможной, они оказались незавершенными. Социализм не был построен, или во всяком случае он был построен, но сейчас он, когда колоссальными темпами разрушается, об этом тоже сегодня говорили, что даже такие базовые достижения, казавшиеся ещё 20 лет назад базовыми нормами советской социалистической жизни, как бесплатное образование, бесплатная доступная медицина, сегодня оказались утрачены. Это говорит о том, что нам действительно очень сложно говорить о революции, которая обещала социализм, и которая стала ответом на колоссальное неравенство Российской империи в начале 20 века, продолжает оставаться незавершённой. Это объясняет то, почему нам сложно об этом говорить, потому что так или иначе в связи с разговором о революции необходимо проговаривать и эти вопросы. Но столетия революции – это такой повод, хоть и номенклатурный, так сказать, надо отметить юбилей, но это всё-таки повод для того, чтобы попытаться этот разговор начать вести. Вопрос в том, как и с кем. И если мы говорим о некой политической субъектности или политической агентности сегодня, то есть с кем вести этот разговор о политическом изменении? Рабочее движение, организованное профсоюзное движение. Я думаю, что это риторический вопрос, который не требует ответа. Мы не знаем, к кому обратиться. Мы сами, и я сам лично, живя и работая в Кыргызстане, задумываясь о политизации, я понимаю, что если я хочу заявить о себе в качестве политического субъекта, то, скорее всего, я назову себя активистом. Левым активистом, ЛИБТ-активистом, феминистским активистом, так или иначе. Я буду соотносить себя с активистским движением. Или даже с гражданским обществом. Среди правильно сказали, что штаб, хотя мы сами так себя и называем, но это действительно, мы такое же НПО, как и все остальные, общественное объединение. И люди, которые политизируются вокруг меня, или которые каким-то образом реагируют или стремятся к каким-то изменениям, это все люди так или иначе связанные с гражданским активизмом. И в какой-то мере политический субъект сегодня – это гражданский активист. Тут в зависимости от политических позиций, может это нравится нам это или нет, может быть мы хотели бы, чтобы у нас было организованное рабочее движение с авангардной партией во главе, ведущей нас к победе социализма, но такого движения и такой партии у нас на данный момент нет. У нас есть достаточно организованное гражданское движение. Но интересно ли этому гражданскому движению, движению революции? И можно ли найти какой-то язык или способ рассказать или вовлечь в разговоры революции людей, которые занимаются сегодня, здесь и сейчас политическим активистом. По поводу своей деятельности, как в принципе я так или иначе соприкасаюсь с историей революции 20-30-х годов, это искусство Центральной Азии. Потому что это моя, скорее, главная исследовательская специализация. Я помню, что одним из очень важных таких моментов, очень незначительных, но для меня оказавшихся важным, было узнать, что один из самых известных центральноазиатских художников, узбекский художник Александр Волков, в 1918 году, стал директором первого в Средней Азии музея искусств, образованного, вот поминали его сегодня, из коллекции великого князя Николая Константиновича. Коллекция неумеренно была экспроприирована, национализирована и сразу же была открыта для людей в виде музея, который возглавил художник Волков, который не отличался до этого какой-то политической активностью, симпатиям, участием в каких-то политических партиях. А с 1919 по 1921 год Волков работал инструктором отдела Лакомброса по организации детского художественного образования. Я помню, это 1918 год, это 1921 год. Меня здесь поразило две вещи. Во-первых, что в 1918 году образовывается музей, а в 1919 году идет организация детского художественного образования. Это к вопросу о целях, идеалах революции, о том ее содержании, которое мы тоже нечасто говорим. А второе, это то, что всем этим занимался художник, амбиции которого, в общем-то, в основном всегда находились в пространстве искусства, в пространстве холста, он видел себя, собственно, художником. Но вот он в то же время был активистом. Или, выражаясь языком того времени, художником-общественником. И на самом деле, такими художниками-общественниками, то есть людьми, чья деятельность не ограничивалась решением чисто эстетических задач, были практически все художники 20-30-х годов, которые работали в Центральной Азии. И этот активизм, активизм этих художников мог располагаться как в поле самого искусства, как в случае Волкова, который возглавил музей, или который пытался организовать художественное образование. То есть они здесь выступали адвокатами распространения и доступа художественной культуры для широких масс населения. Либо, может быть, этот активизм мог выходить за рамки искусства и принимать форму участия средствами искусства в само, опять-таки, или адвокации интересов других угнетенных групп. Например, женщин, бывших колонизированных народов. И вот наряду с интереснейшим материалом Анары Молдошевой, вот в нашем втором альмонахе, понятие советском, есть еще интересная статья Наде Плунгьяне, искусствоведки из Москвы, которая как раз посвящена тому, как в искусстве адвокатировались интересы женщин. Причем разных женщин, в том числе интересы солидарности, сотрудничества средствами искусства. И, в принципе, это навело меня на мысль уже достаточно давно, что революция стала своего рода помимо всех тех нарративов, которые у нас есть о революции, как диктатуры пролетариата, как результата работы большевистской партии, организованного рабочего движения с революцией 905 года. В то же время это было пространство, в котором множество активизмов и множество того, что мы сегодня называем адвокацией. То есть активного выступления за свои интересы, за интересы своей группы. Эти группы могли быть очень разные. Это могли быть женщины, это могли быть национальности, это могли быть все те группы, с которыми мы работаем сейчас, в том числе проститутки, которые действительно могли быть работницами женоделов, и которые видели для себя способ изменить свою жизнь, придя и присоединившись к этим структурам. Собственно, тот же, та же самая Александра Калантарь, которая тоже была активной и очень значимой революционеркой до революции, также выступила своего рода адвокатом женских вопросов уже внутри партии и внутри новых изменяющихся условий. То есть вот это состояние адвокации, которое могло принимать такие же формы, какими мы пользуемся сейчас, написание петиций, обращение в различные органы, создание каких-то сообществ, отстаивание каких-то очень конкретных интересов, связанных, например, тоже с водоземельной реформой и так далее, до каких-то более глобальных. Но тут возникает вопрос, даже если мы, допустим, смотрим на революцию как на некоторую практику активизма, все они отменяют, почему этот вопрос не исторический, почему бы этим вопросом заниматься не только историкам, скажем, которые могут написать, и на самом деле сегодня в первом докладе уже об этом говорилось, что, ну и вообще большая теоретическая и историческая работа сейчас стремится в сторону некой микроистории революции, локальной истории революции, ухода от героических нарративов, попытки рассказать множество историй этой революции. Почему бы активизму не быть и не остаться лишь одной из таких историй? Почему такой способ говорения о революции, как о практике активистской, может претендовать на большую публичность и на большее значение, чем просто историческая тема? Я думаю, что, я скажу банальность, но попробую ее обосновать, что история – это важная часть активизма, важная часть гражданского общества. История гражданского общества – это важная часть нашей работы. Я не знаю, понятно, что нам всем очень хорошо известны примеры из Северной Америки, из США, да, но, скажем, открывшийся буквально недавно Национальный музей афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне – это важное событие для фиксирования истории борьбы за гражданские права афроамериканского населения США. Это важное адвокационное событие. Часть кампаний по борьбе за равенство включала в себя в том числе создание этого музея, в котором могла быть зафиксирована эта история, в том числе история активизма и борьбы. Или, например, включение Стоунгольского восстания, восстания посетителей ЛГБТ-бара в Нью-Йорке в 70-х годах в число значимых исторических дар в США 20-го века. Также считается важной победой ЛГБТ-сообщества в США. История сопротивления была признана на федеральном уровне. На самом деле гражданский и политический активизм строится на истории сопротивления и победы. Это вот, если использовать язык развития, как говорит Чарли, нам нужны success stories. Потому что если у нас не будет истории успеха, то нам очень сложно каким-то образом выстраивать свою собственную работу. И обычно эти success stories, конечно же, они есть и вокруг нас, они есть в других контекстах, но очень часто этими историями вдохновения, вдохновляющими историями являются истории из истории, исторические прецеденты. История гражданского активизма и гражданского общества на постсоветском пространстве, в Казахстане в частности, часто берет свое начало в 90-е годы, с концом Советского Союза. И строится, и эта идентичность гражданских активистов, очень часто строится как раз на отрицании советского опыта и на построении нового, открытого общества, либерального общества. И если, например, в России какая-то часть либерально настроенных гражданских активистов может выстраивать свою историю, или там, уладить свою историю к диссидентскому движению 70-х, 80-х годов в Советском Союзе, то в Кыргызстане все начинается как бы с некой такой вот амнезии советского ряда, и все началось в 90-е годы. Но и эту историю с 90-х годов никто как бы не пишет, не фиксирует. Мы все живем как бы, как проживаем, как будто мы рождаемся каждый день заново. Как будто мы рождаемся каждый день заново. Каждый день для нас как первым. Но тут есть очень важная вещь. Активизму, активистской борьбе, как мне кажется, не свойственно то, что, например, свойственно искусству. Я сравниваю с тем, потому что просто мне близок этот контекст. Нарциссизм. Для искусства очень важно быть в некотором смысле уникальным, а в некотором смысле первым. Сделать что-то впервые. Или сделать что-то, как никто никогда не делал. Для гражданского активизма в принципе такой нарциссизм не свойственен. Как раз наоборот. Для активиста важно понимать, что он не один. Или не одна. Что он не первый. Что то, чем он занимается, уже когда-то было. что на том пути, на котором он находится, уже были какие-то успехи. Что у него есть кому учиться. У него есть кому подражать. У него есть кем вдохновляться. Ему не нужно придумывать велосипед. Потому что цели активизма лежат за рамками вот этого нарциссического самопозитета. И как называется этот компонент гражданского активизма. Это обращение к примерам за вдохновением. Есть такое слово, которое на русский тоже не очень хорошо переводится. Импаун. Переводим мы его как усиление, но на самом деле это не схватывает. Это усиление и вдохновение. Если мы получаем некую силу, мощь от наличия у себя истории. И когда я... Когда мы начинали небольшую культурно-политическую организацию, основанную на политизации искусства, на переосмыслении искусства как активистской практики, познакомство с арт-активизмом Болкова, не только с его картинами, вроде Гранатовой Чеханы, а именно с его практикой, было для меня очень вдохновляюще. В том смысле, что оказывается мы не первые. И мы не единственные. Что эти взгляданные искусства не абсолютно аналогичные нашим, не абсолютно идентичные, но очень схожие. Они уже имели место. И такие же чувства я испытывал, когда мы, например, нашли в одном из журналов текст Семена Афанасьевича Чуйкова о путях станковой живописи, написанный им в 30-м году, который также призывал к политизации искусства и декларировал цели, схожие наши. Это был некий импауэмент. Понимание того, что ты не один, понимание того, что у тебя есть история, и что ты полагаешься уже на какой-то опыт, на какие-то достижения ты можешь двигаться вперед. И это наводит на мысль, что революция, когда мы говорим о революции, мы говорим не только о 17-м годе, мы говорим о периоде, наверное, если говорить о Кыргызстане, Центральной Азии, это 16-36 год, включающий гражданские восстания 16-го года, и гражданскую войну, и культурную революцию, и закончившую создание Кыргызско-советско-социалистической республики. Таким образом, революция – это некий архив активистских историй. Истории адвокации, самоадвокации различных групп, которые пока еще не собран, пока, возможно, еще не до конца написан, но уже довольно большое количество исследователей, активистов, возможно, двигаются в эту сторону. Находя подобные примеры. Но для того, чтобы эта работа была более продуктивной, мы, конечно же, должны переосмыслить наше понимание революции. Уйти от этого героического мифа. Я не хочу показаться предателем левых взглядов, но, возможно, сместить фокус классовой оптики на оптику, вернее, сменить классовую оптику на оптику самоадвокации различных принесенных. Внутри этого большого советского проекта. Это не в том смысле, что надо как-то пересмотреть классовую историю революции, не нужно пересматривать, она уже хорошо записана и нам известна. Вопрос в том, что это не единственная история революции, не единственное ее содержание. Но также, делая эту работу, переосмысливая само понимание революции, видя ее как некоторую родину активистскую деятельность, активистский архив, то есть переосмысливая ретроспективно революцию, наверное, в такой же ревизии, или не такой же, но в какой-то ревизии должен быть подвергнут и наше понимание гражданского активизма, сегодняшнего гражданского активизма. Если мы свою историю в Центральной Азии, гражданского общества и активизма будем возводить к революции, в том числе к историю, скажем, центральноазиатского феминизма, где она делана активистами 20-30-х годов, бескомпромистами и радиками, или вот этой прекрасной, пусть и выдуманной, как она называется, Пазыловна, Майрам Пазыловна, просто прекрасная. То что произойдет с нашим пониманием гражданского активизма? Видимо, и это понятие нам тоже предстоит каким-то образом подвергнут ревизии. Когда мы говорим гражданское общество, то чаще всего всплывает это самое простое определение, связанное, не углубляясь с неким хабер-массовским пониманием, некого третьего сектора, зоны или территории, которая не равна государству и не равна бизнесу. Не бизнес и не государство. Третий сектор, гражданское общество. И вот это вот некое, не двуглавый, это не двуглавый, получается, а треплавный. То есть есть как бы бизнес, есть государство, есть еще гражданское общество, но это как гражданское общество всегда в роли какого-то бедного родственника выступает в этом триумбирате. И подчиняется этот третий сектор всегда некому императиву компромисса. Гражданский сектор, гражданское общество это то место, где государство и бизнес, то есть интересы общественные, интересы частные должны найти, должны каким-то образом примириться. И политическая, так сказать, кредо гражданского общества это вот поиск компромисса. Я не случайно так много это повторяю, потому что мы сейчас, например, наблюдаем ситуации, которая творится вокруг вырубки деревьев в Бишкеке и беспрецедентной мобилизации на самом деле гражданского общества против этих процессов, но волна возмущения всегда заканчивается призывом к некому компромиссу с властью. При том, что мы видим, что власть и бизнес, чьи интересы власть в данном случае обслуживают, ни к какому компромиссу с гражданским обществом не готовы. Поразительно, мы все уже привыкли, что нас называют иностранными агентами, предателями, купленными и так далее. Но когда это касается каких-то значимых вопросов, для меня было большим откровением, на самом деле удивлением узнать, что активистов, выступающих жителей и активистов, выступающих против вырубки деревьев, мэрия Бишкека, в общем-то окрестило теми же самыми словами. Это почти цитата. За протестами против вырубки деревьев на улице Токтоналиева стоят третьи силы, представители НПО, провоцирующие жития. Я также просто напомню, что иностранными агентами, национал-предателями, иностранные агенты, национал-предатели это эпитеты, которые в обществе использовались правыми революционными силами в отношении революционеров и большевиков, в частности Ленина, публично до сих пор существующий миф о Ленине, как получившем деньги немецкого кайзера для того, чтобы совершить революцию. Я это все к тому, что власть или наши оппоненты порой бывают гораздо более проницательными по поводу определения того, кем мы на самом деле являемся. Здесь я не хочу сказать, что мы являемся иностранными агентами, но я хочу сказать, что власть видит в гражданском обществе гораздо большую угрозу, чем гражданское общество само осознает, в самом себе. Это я к тому, насколько, если мы видим революцию как некий архив гражданского активизма, можем ли мы смотреть на гражданский активизм как на революционную деятельность? Думаю, что большинство активистов скажет, нет, мы за компромисс, мы за то, чтобы все можно было разрешить в диалоге. Мы, например, не хотим, чтобы вырубали деревья, а власть говорит, что вы провокаторы, вы третьи силы, вы готовите революцию. Это первый шаг к тому, чтобы дестабилизировать наше общество. Мне кажется, что нам иногда возможно стоит прислушаться к тому, как нас оценивают и понять, что да, мы на самом деле несем угрозу тому порядку, который представляет собой несправедливость, неравенство. Иначе в чем тогда смысл гражданского общества, если они требования изменения этого порядка. И в связи с этим у меня ряд таких вопросов, которые мы будем обсуждать вот сейчас в нашем режиме, уже такой свободной дискуссии, не свободной, но дискуссии, которая позволит каждому из нас высказаться. Может ли быть революция частью активистской повестки? И что из себя может представлять такая революция гражданского общества? Будет ли она принципиально отличной от революции прошлого? Или гражданский активизм и революция все-таки несовместимы? И наша попытка политизировать гражданское общество, революционизировать его и сделать революцию активистской будет обречена на неудачу. Вот это как бы такое приглашение, что ли, к нашей дискуссии. Спасибо.